Привет! Друзья мои, я нахожусь в Первомайском сквере Вообще-то я уже хотел устроить себе отдых Но тут со мной связались от кандидата губернатора Кубанова Анатолия Анатольевича И я не мог отказать, потому что сам приглашал его на встречу И вот место нашли в центре города, прямо вот здесь у фонтана Назначили встречу у фонтана Ну хорошо, интересно, что он мне сказал Я к тебе Здравствуйте, Анатолий Анатольевич Здравствуй, дорогой Слушай, я смотрю, серьезная травма получилась Нет, у меня без смещения А я вижу вас, да-да Два раза ломали мне нос В армии, после армии, я понимаю, да Но мне попадались хорошие боксеры Но это на боксе, да? Нет, это было в армии, это было дружественное выяснение иерархии Где, как, у меня, слава богу, хорошо прошло Я же воспитывался в басмачевских аулах Это где? А у русских было раз-два и общев Юг Казахстана Это военный городок? Военные городки, а учиться приходилось в местных школах Казахи, ингуши, кого там только не было, уйгуры И там просто только за то, что ты русский, приходилось уже драться И поэтому в армии мне, конечно, было проще Но, тем не менее, встречаясь с разными людьми, которые пытались меня вписать в дружную армейскую семью каким-то образом Конечно, драки, конечно, ломали нос А что это были за РСК? Я в самых обычных, в пехоте служил В пехоте? Обычно в пехоте служил Ну, как рейдовым, то есть обычно служил? Нет, я сержант Нет, сначала начал рейдовым Причем сержантом стал сразу через полгода служить А, по своей цепке То есть не только мне ломали нос Так, я хотел уточнить Правильно ли я понял, что человек, который на меня нападал, сейчас не является помощником И тот человек, которому он был помощником, тоже не депутат, уже давно не депутат И отношения к партии не имеет, правильно я понял? Уже лет восемь эти люди не имеют никакого отношения к справедливой России Более того, ни один вот этот вот пресловутый депутат, который десять лет назад избрался Некто лыбим гражданином И тем более вот этот баклан, который нанес тебе такую травму Не являлись никогда членами партии Избирались, да, по районным спискам Но они не были членами справедливой России А сейчас таких нет? Вы следите, как вы являетесь такого рода бакланом? Нет, мы очень внимательно, Тимур, отслеживаем списки наших возможных кандидатов На предмет, прежде всего, их социальной опасности, их социальной вменяемости Ведь те десять лет назад, когда я не руководил парторганизацией Но, тем не менее, несу ответственность за мою родную, справедливую, благородную партию Ведь на том этапе, согласитесь, не только в справедливую Россию Но потоком шли разные элементы Зачастую маргинальность во все партии, без разницы, КПРФ, ЛДПФ, Единая Россия Короче, мы цитацию выяснили, у меня претензий к партии нет и не было Я очень надеюсь Хорошо Ну, ты же знаешь, что для нас, для нас ударить человека, это недопустимо Но армейский опыт Приходилось использовать армейский опыт после армии? И после армии сложные были годы, разные были жизненные ситуации Но, выступая на стороне защиты обездоленных, слабых, конечно, тут можно избить кого-то Вот мы и подошли к лозунгу Абсолютно верно Что это значит? Как там написано на плакатах? За обездоленных За обездоленных Мне кажется, очень красивый, яркий, семантический ряд получился А, просто такой, хорошо сформулированный лозунг Верно? Чертый, понятно Не русский язык Давай, вот сейчас будет встречать людей и спрашивать А кто Давай А кто за обездольных? Так Мы Я позволяю курить в эфире, потому что у меня не средства массовой информации А я настолько считаю это глупо Что глупо? Вести вот эту вот агитацию здорового образа жизни в стране, где крайне больная социальная система Здоровый образ жизни возможен только в здоровой социальной атмосфере А при капитализме, где всех грабят, унижают, где могут такого творческого, прекрасного человека как ты Избить средь бела дня, говорить о здоровом образе жизни, это просто глупо Вот когда у нас не будет миллионы и миллионы нищих, когда у нас не будут грабить стариков, когда у нас не будет на улицах избивать журналистов Вот тогда можно будет заниматься физкультурой, бросить курить, завязать с пьянкой, а сейчас это бессмысленно Расули, у вас есть опыт работы журналистов? Нет Нет? Блин, тогда опыт работы программиста? Нет Да как же мы на ты-то перейдем? Опыт работы политика? Да Я тоже был политиком А тогда уже все, мы можем на это перейти Можем на это перейти? Обязательно Для простоты разговора Да, уже есть солидарность Так, вот чем сначала, немножко про выборы, ну потому что мы все-таки выборы Мы постараемся не нарушать законы, не вести агитацию за и против, хотя я, ну ладно, раздержимся Это не первые выборы, и не первые выборы такие вот губернаторские или первые губернаторские? Они были четыре года назад, и тоже досрочные, помните? Да В тот раз досрочно, к сожалению, огромному Юрченко убрали Ну, к сожалению Я считаю, что Василий Алексеевич Девушка, вы отлично выглядите О, давайте вы Можно показать, какие замечательные девушки? Девушки, а знаете, вот кто у вас, кто у вас комплиментов? Вы, будущий мэр, вы у вас на плакате видите Вы видели на плакате, да? Видели Какое впечатление? Вам надо подружиться с вами Неплохое Неплохое Вот, есть все симпатичные девчонки за Настей Спасибо вам огромное Хорошо Спасибо Слушай, надо телефоны взять, а? Не, ну это потом Я-то одинокий и счастливый Я-то одинокий и счастливый Это не в эфире А? Что? Удачный был слоган Удачный был слоган, да? Вам понравился слоган за обездольных, да? Да, конечно Да, да А вы считаете себя обездольными? Ну, в принципе, нет То есть не за вас? В принципе, интересно Я за них Хорошо Разве можно быть в несчастной стране счастливым? И так, Саша, а где вы учитесь? На бортпроводников На бортпроводников О, да вы будущие стюардессы? Да Я завидую тем авиакомпаниям, где будут такие замечательные стюардессы Спасибо Меня Анатолий зовут, как вас? Виктория Вику Мы, может, как-то обменяемся к тебе Нет, Анатолий, давай не в прямом эфире, но не для всех же, потом Слушай, ну это же, я могу как-то вести агитацию? А, ну пожалуйста, я отойду, выберите Так, я транслирую как есть Извините, что есть, то и есть И, например, вот эти диалоги Все в прямом эфире, как получается Надеюсь, вам пока интересно Пишите вопросы, которые вы бы хотели услышать ответы Если я успею прочитать комментарии, прочитаю Ээээ, у нас прямой эфир А, вот так сделаем, да? У меня нет времени с этими агитационными мероприятиями Знакомиться Две вики, можем загадать желание Вот почему кандидат в губернаторы Чтобы победил достойный А тогда это будет, скорее всего, травма Вот как, достойный это А разве Кубанов не достойный? Нет Нет? Нет Ты считаешь, что я не достойный? Я почему не достойный? Уступаю за это сделано, за вас А еще за кого? Еще за кого? За всех людей Доброй воли У вас доброе сердце, скажите? Конечно Я это чувствую Ну а почему тогда вы не хотите поддержать меня? Чем травмиком хороший? Симпатичный мужчина, да? Ну, в принципе, да Да? Ну, я тоже стараюсь, да? Жан Советская Армия Я могу тогда твой телефон передать травмикам Не против? Нет А я вот, например, не местная За вас стоит голосовать вообще? Стоит, стоит А почему? Тогда ты будешь за травмикова хорошо А ты будешь за Кубанова, хорошо? А кто такой Кубанов? Это я Будешь? Вот сейчас я тебя прошу Может с вами фотографируем? Дружина, давай давай Давайте сфотографируемся Смотри Девушка, которая выпала травмиков Фотографируйтесь со мной Да Девушка, которая выпала травмикова Фотографируется с Кубаном Это не компромат Это просто Я еще ничего не выбрала А, простите Я тебе позвоню в врачу Хорошо Потому что травмик, это он очень занят Ведет ли он сможет найти Для инфекции Я и вас Хорошо Хорошо Давайте быть счастливым Спасибо, что вы есть Прям красавица Анатолий, вы сказали Ой Свободный, да? Да Я обычно не меняю сторону Потому что есть правило кинематографии Если начал снимать слева, снимаешь слева Да Одинокий То есть нет семьи или как там? Что это ситуация? Я одинокий, счастливый Нет, у меня есть семья Я глубоко убежден Что моя семья Это мои друзья, товарищи Моя страна Мне как-то до славы не тратят Дети есть Дети есть Бабушка никогда не запоминала Моя гражданским браком Она всегда это называла народным браком Опять живешь У меня какие-то командировки Было какое-то сложное время непростое А детей сколько? Нет, двое Мальчик Замечательный парень Спортсмен Сколько лет? Девчонка, двадцать один Я уже взрослый парень Ого, двадцать один парень? Да Служил в армии? Сейчас уходит Сейчас заканчивает институт И я его отправил Я хотел вообще в Рязанской Воздушно-десантной запихать Но он футболист профессиональный Папа, как я буду там играть? Я говорю, за ВДВ я буду играть Что плохого? Так что сейчас заканчивает институт И в армию пускай идет А девочка вторая? Девочка пятнадцать лет О, это не простой возраст Да А кстати Она еще такая хитрюля Подвижная У меня есть такой вопрос Серии моих вопросов Которые задаю вблизи Мы видим формат Вблизи Взрослый мужчина Да Дочка пятнадцатилетняя Если можно Что бы сказал дочке Ну вообще просто пятнадцатилетней девочке Может быть дочке Какой добрый или правильный мужской совет? Я им всегда говорил Что дочери говорил Что сына говорил Вот Ничего нет важнее Бога Ничего нет важнее того Чтобы любить своих родителей Любить свою страну Это я искренне говорю А все остальное приложится Любишь Бога Любишь родителей И делай все что хочешь А мужчинам можно доверять? Мужчинам? Да В нынешнее время нет Я считаю Единицы осталось Мужчин Тимур согласись Которые воспитаны В ответственном Вот В таком каком-то русле К женщине Мы видим Что институт брака Он просто рухнул Тотально рухнул К огромному сожалению Среди моих знакомых Близких Просто коллег Либо разводы Ну да Процентов семьдесят Вторые и третьи браки Либо те Которые еще как-то теплятся Отношения семейные Ну назвать их Какими-то хорошими Не приходится Ссоры Какая-то грызня Я вообще убежден Что при капитализме Особенно том Криминально сырьевом Как у нас сейчас с тобой существует В Российской Федерации Нормальную семью построить невозможно Пишут Я согласен с этим Пишут Нормальный мужик Да Но некоторые пишут Что выпил что ли немножко Я нет Я заматываюсь Устал Нет я же рассказывал Что дебаты Специально свалили Таким образом Что в один день Получается Три телеэфира И шесть радиоэфира Ну а Такая нагрузка Конечно она Так я Что с этой стороны Да А вообще Вот я как раз хотел спросить Вот эти выборы От тех чем-то отличаются Коротко По сути По кандидатам Или по ситуации Или по отношению избирателей Как-то отличается То что было сколько Четыре года назад и теперь Тимур Несомненно Отличается И все новосибирцы И люди интересующиеся политиками Убедились в этом Во-первых Что скрывать Новая эра пошла Новая метла пришла Я считаю Что у нас Тектонический цивилизационный Политический сдвиг Произошел Смена поколений Смена поколений Все таки вот эта Бурная Яркая эпоха Толоконского Виктора Александровича Тех могучих титанов Помните Беспалик Я помню Она к сожалению Ну По многим причинам Она уходит в прошлое Сейчас пришли Так называемые Пресловутые технократы Сейчас Наступило время Городецкий тоже технократ Только Нет Городецкий тоже ушел Я считаю это все Некое созвездие Вот той Плеятой 20 века Команды Да правильно Это все Прошлый век К огромному А чем отличаются Современные политики Современные В Российской Федерации Политики Политики А политики Ну вот я сначала О политике в целом Как о процессе Да но только у меня говорят кратко Я прошу извините Потому что еще есть вопросы Да Чем современные политики Отличаются От парней Ну да От хороших парней 20 века Да Эти стали Скучнее И Более рациональны У тех парней Эпохи Толоконского Было сердце У шкуйники Да 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 А Кубанов уже более Лет 20 в политике Вот у него Он рациональный Или эмоциональный Анатолий Кубав Вы знаете я Всегда же Так большое извините У меня тут сейчас Баленький сбой Вот Ради разговора Отбил разговор с дочкой Но мы еще тогда недолго Дочь тоже плохо слушается Да Ну дочери 33 А Так что я уже думаю Насколько Внук слушается Нет у нас очень хорошие отношения Отличные Да Итак я спросил Насколько Отличаются Нет насколько Кубанов рациональный Или эмоциональный политик Наверное все же Я считаю что Сердце Это Единственно правильный путь В политике Вообще в любой Социальной и творческой сфере То есть можно поступить Иррационально Во вред себе Невыгодно Я более того Считаю что зачастую Это единственное Правильное решение Не потому что Ум Проститутка Он всегда пытается Омертвить Живую Динамику То есть Политика Это всегда Получение очевидных Результатов Из неочевидных вещей Просчитывать Логическими Рациональными Инструментами То что сейчас Пытаются Новые технократы Бесполезно Бессмысленно Здесь многое Надо чувствовать Но ведь у Кубанова Очень хорошая политическая карьера Мало таких успешных карьер В течении 20 лет Новосибирской области Только с Божьей помощью Я считаю что это Ну ладно ладно А голова Голова Ну наверное играет какую-то Ну хотя бы Ну да я же знаю что Мне просто повезло Лысина То есть Очки бы еще да Чтобы умно выглядеть Господи помилуй Нет Не надо А что за кандидатская Диссертация была И когда Я защищал У нас В институте Философии и права СОРАН В 2005 году Кандидатская По социальной философии Тема За которую мне до сих пор Не стыдно И работа за которую Я требовал бы у ВАКа Либо у администрации Президента Ну не знаю какую-нибудь Шоколадную медаль Хотя бы шоколадную Да за что Я писал о тенденциях Трансформация Современной политической культуры В социально-философский анализ Я вывел там Четыре основных тенденции Трансформация политической культуры В нашей стране И когда я тогда В 2005 году Предсказывал Что у нас Либо Будет развал территории То есть мы разлетимся на пуске К огромному сожалению И будет Такие вы знаете Анклавы пиратских республик Южная Осетия Квазия Образование Типа Приднестровье Либо Превозобладает Инстинкт национального Самосохранения Мы начнем собирать Территории Ну как получились Результат этого научного анализа Он как-то Да Подтвердился Там на защите Многие смеялись И говорили Нет это невозможно Какие территории Кто будет собирать Это был 2005 год Это невозможно Но когда вернулся Крым В 14 Когда наши С вами правители Те Кто еще вчера Лихорадочно Прятали деньги В Брюсселях В Лондонах Парижах Настроили там дворцов Вдруг они Стали ультрапатриотами Я С некоторыми своими Товарищами Старшие Разговаривал И говорю Пока Я говорю Вы мне За эту Кандидатскую Ну хотя бы грамоту Выпишите Мне не стыдно Саша Извини я Я на трансляции Что-то срочное А Созвонился Хорошо То есть Мои прогнозы Сбылись Работа Актуальность Вот сейчас Стала такая Неприятная С неприятным Постоянством Диссертации Политиков Вдруг оказывается Что там очень много Плагиата Можно ли проверить Диссертацию Кубанова На плагиат Вне всякого сомнения Потому что Предвидим Многие вещи Спасибо Нашей старинной школе НКГБ Я тогда В 2005 году Всю защиту записал А сам текст Он натуральный Самописный Без плагиата Ну ладно Перейдем к этим Ты сомневаешься в том Что я настолько безграмотен Что не могу написать Жалкую Кандидатскую работу По философии Я конечно Не Хайдегер Я конечно Не какой-то там Выдающийся Сарт Ну Не Бердяев Но тем не менее На уровне кандидатской Конечно Я считаю что Есть у меня Понимание Нормальный человек Нормальный головой Кандидатскую диссертацию По философии написать может При некотором уровне его образования Да Тем более для меня Это был прикладной материал Потому что Всегда занимался политикой Ладно Оставим историю Политику Мы как-то В моих вот этих Записях Обычно я спрашиваю О личных вещах О семье Или о детстве Какая Чем занимался в детстве Что любил за него Чем заниматься любил в детстве В военных городах Я сам вырос в военном городке Тоже Тимур Так главное что много общего Ты знаешь Я знаю что мальчишки в военном городке Очень любили играть в войну Вот такие вещи Да Вы в своем военном городке Во что любили играть? В школе? У меня так получилось Служба отца проходила По южным рюкзам Советской Азии А я здесь в Сибири Закавказь Средняя Азия И первые таки осознанные годы До 9 лет отец служил в Грузии Это маленькие гарнизоны В горах На границе с Турцией По грузински можешь сейчас что-нибудь сказать? Гамарчоба геносвали Батон Не более того Грузинскую школу пришлось Нормой класс туда идти Во что играли? Конечно Казармы Конечно Плац Конечно Патроны воровали? Гильзы Патроны Костры разжигали Бросали туда боеприпасы Взрывали это дело Да Кого-то иногда Конечно травмы В армии стоять любил? А вот в армии у меня получилось Что в детстве Из-за того что у меня отец Отчаянный Мощный Один из лучших Я считаю Военных разведчиков Разведка Армейская разведка Да Он у меня в Эфиопии В Мозамбике Служил военным советником Так вот мне там В детстве Довелось на полигонах Больше стрелять Чем потом я служил в Атаре В Турквое Еще где-то Где сам знаешь армия Ну 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 Да Срочная служба Это во многом какие-то Ну Это надо знать Да Да Я хоть офицером служил Но кое-что имею представление То есть там не до полигонов было Да Ну у меня такая Я программистом служил Ну Обо мне потом Ну сержант Откуда Туркистанец Да Да Вот сейчас Информация новости Откуда Депутат Кубанов Телевизор Газеты Сплетни Интернет Что Откуда Новости Конечно Сплетни Это прежде всего Потому что Политическая корпорация Живет Разговором То есть Вот это вот Обмен Информации От одних групп Влияния К другим Есть основной источник Твоей непосредственной работы Кого назначат Кого уберут Кого подставил Как обманул И плюс Конечно Интернет И государственные СМИ Государственные СМИ Не для того Чтобы услышать какую-то правду А для того Чтобы сверять настроение Я сейчас позицию смею Чтобы Было это Кинематографически Грамотно Как такие шикитаны Я смотрю Вот так Движение Ну я слежу Мне приходится быть и оператором И журналистом И даже немножко продюсером Хотя как-то я такой продюсер Что-то Ладно Это Это О Кстати Вот сидят молодые люди Целуются Мы наверное помешаем Не Я думаю сейчас такой народ Что мы даже если мы рядом сядем Мы им не помешаем Я вчера спрашивал Метрополита Тихона Нет Целоваться мы им помешаем Мы уже не в той возрастной группе Я бы провел эксперимент Но хочется поговорить Да? Я вчера как раз спрашивал Метрополита Тихона Да, ребята Уважаемые мои зрители Кто еще не видел Мое интервью с митрополитом Пожалуйста посмотрите А это мудрейший человек Я с большим уважением Я с большим уважением Уважаемые Обязательно Чтобы в ЗАГСах Оформиться Или Да ладно Уж как получилось Лишь бы и любовь Тимур Я убежден Что мир задыхается без любви Есть Строки Пламенных Мистиков Пророков Которые указывают Что по мере охладения любви Будет множиться беззаконно И к огромному сожалению Мы сейчас с тобой Да и все Становимся свидетелями Этих Горестных Пророчеств Когда Все стало иметь Свою цену Но многое Утративает ценности Конечно ценность Дружбы Чести В том числе И ценность здоровой Нормальной семьи Все это Обесценивается О Я посуду Да конечно Я посуду Мне приходится еще И диалог вести Вот например Олег спрашивает Как он собирается За счет банкиров Пенсионную реформу Отменять Опять о политике Ну коротко Схематично Мы когда-нибудь Даст Бог Обязательно с вами Вернем свою Страну Наши национальные Ресурсы Украден у нас в девяносто первом году Я в это верю Национализация И всем хватит денег Нефтьгаз будет работать Не в интересах Евросоюзов Америки Вот этих вот олигархов Бомжей Которые не пойми Где живут Но явно не в России Россияне вахту А как это сделать Национализация Законно Все да Чисто Как получится Они же Вряд ли все захотят Отдавать Можно дойти до всяких войн А Тимур Ты мудрый человек Ну ладно У тебя хорошие добрые глаза Ты что не видишь Что все четверть века Что мы вот рухнули После развала Наши Красные Атлантиды Великого Союза У нас состояние Перманентно Холодной Гражданской войны Это так Где воюют все Со всеми Где каждый хочет У ближнего Урвать кусок пожирнее Где Вот эта пресловутая конкуренция В политике Спорте В личной кстати Жизни Все построено Через такое Знаешь Реинкарнацию Древних культов Служение Золотому Тельцу Деньги Деньги А что можно поменять Что нужно изменить Нужно только брать Самый короткий путь Преступления Поэтому преступление Гражданская война Идет везде Среди корпораций Среди политиков Бандитов Правоохранительных структур Нигде нет спокойствия Нигде нет вот этого мира Поэтому Если вдруг случится Что будет какой-то жесткий вариант Вернуть Великие русские богатства Нашему Русскому народу Я думаю Это будет меньше Из войн И потерь А как избежать насилия? Как избежать большой крови? Все-таки мы очень вооруженная страна Вот Сказал один очень неглупый человек Изощренный в политике Что Самые сложно доказуемые вещи Это очевидно Мне Говорит человек Как избежать насилия Которого Вот буквально На днях Избили средь бела дня Я нашел способ Сломали нос Понимаешь Насилие здесь Сейчас Все 25 лет Насилие В этом море насилия В этом бандитизме Во всех этих воинов Милицейских Бандитских Политических Одна какая-то Завершающая Добрая война Будет только на пользу Которая Подведет Итог Черту Против этого насилия Это стоит того Как пацифист Я бы поспорил Но у меня разговор сейчас о Кубанове Какие женщины нравятся? Те Которые любят меня Именно Ой, чуть не спасли Много ли таких Это некорректный вопрос Наверное немало Оставим Я надеюсь Мои девчонки Не смотрят твой канал Но они Может потом Это же потом Останется А, ну женщины Которые любят меня Может ничего дурного не делают А тебя смотрят женщины? Которые? Я не знаю И женщины меня тоже смотрят Нет, смотрят? Мне интересно Твоя аудитория Мужчины или женщины? Нет, у меня аудитория Все-таки мужская Нет, нет, очень разнообразная Женская? Ну универсальная Так назовем Тогда мне надо аккуратно комментировать Но мы же не материмся Общение Какой любимый фильм? Вот я вчера спрашивал людей Сегодня, предположим Свободный вечер Вот когда там завтра Или подседавтра День тишины, да? Ну, возникнет хотя бы Свободный час-два Какой фильм будет? Вот пересмотрел Ну, в день тишины Скорее всего День выбора посмотреть А я считаю, что Все интересное На парадоксах происходит То есть в тишину Надо смотреть, что это такое мощное Вот я говорю, фильм День выборов Не захочешь посмотреть? Нет, я бы, наверное, посмотрел Такеши Китана Брат Якудзи Мне очень нравятся Эта лента И в какие-то ностальгические Лирические моменты Японский фильм? Да Мне вообще нравится Японская культура Это одна из немногих Был в Японии? В Японии нет Но у меня есть товарищи Японские Так скажем Предприниматели Мне вот хочется с ними поговорить Вот так вот У меня еще не было такого Чтобы Мой собеседник Есть такая давняя идея Я иногда провожу опросы на улице А вот приятные люди Симпатичные Да Вы побеседуете с нами Буквально минуту Да? Побеседуют А Скажите, пожалуйста Тимур Здравствуйте Меня зовут Тимур Ханов Я провожу опросы на улицах И делаю репортажи Интервью Вы из Новосибирска? Вы узнаете этого человека? Нет Да Кто меня знает? Не Стас Михайлович Чего они меня могут знать? Они наверное не поднимают глаза на билборды Они знают Фараона предположим Да? Вы работаете? Учитесь? Учитесь Ну для задавки разговора Ладно, повторю тот вопрос Который только что спрашивал Этого человека фамилия Кубанова Зовут Анатолий Ну Интересуются политикой И правильно делать Я видела ваши баннеры Голосую за Кубанова Вы видели? Как вас зовут? Катя Спасибо тебе огромное Катя, ты меня выручена Иначе я сейчас вообще просто пах Провалился сквозь землю Нет, я давно участвую в этом Политическом цирке Релепутов Что-то такого Чтоб никто не узнал Спасибо, Катя Меня выручено Вот я спрашивал сейчас Ну просто для начала разговора Какой фильм вы сегодня захотели бы посмотреть Если бы у вас был час свободного Два часа свободного времени? Жанр или именно фильм? Нет, именно какой-то любимый фильм для повтора На повтор Пересмотри Не знаю вообще Не приходит в голову, нет? Нет Хорошо, вы на выборы ходите? Ну, на выборы ходите? Ну, на выборы хожу на 9-й, наверное А? Наверное, пойдем Наверное, пойдете? Уже участвовали? Голосовали? Да А за кого голосовали, помните? В президенты Ну, не важно Какие выборы А, президенты, ну понятно Это недавно Да Нет, еще в губернаторы, да? В губернаторе, Катя, правильно Сейчас был в губернаторе В губернаторе В губернаторе еще не было опыта О чем бы хотел спросить кандидат в губернаторы? Простую избирательство, которая может быть пойдет на выборы В губернаторе Катя, вот скажи, дорогая Молодая, юная, парень у тебя хороший Не ваш парень? Нет, ну так Ну, молодость это бывает Похоже чем-то, да? Есть такое В молодости, по крайней мере Так, в чем вопрос? Спортивные Есть перспективы того, что институт закончишь Ты же учишься, наверное, где-нибудь, да? И не окажешься просто продавщицей Не окажешься просто где-то безработной Есть такая надежда или нет? На кого вы учитесь? На юриста Вот вопрос Есть надежда, что не окажетесь безработной или продавщицей? Есть Большая Я надеюсь А сейчас уже работаете, нет? Нет Нет опыта Нет А куда можно юристу приложить свои усилия? Куда можно пойти работать? Да Конечно А если бы позвали юрист консультом, например В полицейском государстве можно идти в правоохранительную систему Правоохранительную систему У нас сейчас всех правоохранителей в два раза больше, чем вооруженные силы, чем армии Ну это хорошо или плохо? В полицейском государстве, наверное, хорошо Спасибо вам А если вас пригласят работать в полицию, например, или что-то такое Это возможно? Посмотрим Понятно Хорошо А если позовутся в политическую партию, например, справедливая Россия? Посмотрим То все может быть Все может быть Нет невозможных вариантов, да? Да Вы тоже учитесь? Да Боитесь безработицы? 50 на 50 А кем вы будете? Если по профессии Профессии Профессии, да Экономическая безопасность Экономист А, экономист И тоже нет уверенности, да? Ну ладно, тогда поговорим Что надо сделать, чтобы у молодежи было уверенность Спасибо вам А я тебе говорю А, это прямой эфир у фейсбука Ханов Тимур Уже в эфире можете посмотреть Наш известный новосибирский шум Ну не так Пока еще не так известный Сегодняшний день очень известный Спасибо А как им быть, чтобы не вот уверенности больше было у молодежи? Тимур Российская Федерация на сегодняшний день Это отсталая сырьевая колония Мы сырьевой предаток западных экономик И вот у этих прекрасных молодых людей Никаких перспектив в этом обреченном, грязном капитализме Нет никаких Опять война? У нас Куда идти? Как это рисовать? Война продолжается, как мы с тобой выяснили, свыше Каждый день А, в холодной форме Вот даже и ты Да? Холодная гражданская война Ну извини, с переломами С убийствами С арестами С кровью Ничего себе нет войны Опять возвращаемся к тому, что все очевидные вещи Лежат на поверхности Их никто не замечает Боятся каких-то революций Боятся каких-то изменений Для чего? Для того, чтобы всех загнать Состояние постоянного страха Постоянной войны А выбору можно доверять? Состояние не жить Выборы Я честно тебе скажу Как большевик Я глубоко убежден Это буржуазная игра Построенная на чем? Одни деньги Воюют с большими Деньгами Ради того, чтобы распределять Еще больше А, кстати, про деньги Откуда деньги на рекламу? У меня партия У меня близкие какие-то Производственные Новосибирские компании Финансируют меня Спонсоры, то есть? Да, спонсоры Спонсоры финансируют партию Ну, я сразу Ребята меня знают То есть, деньги берем Но не продаемся Это моя басмачевская философия Мне тоже нравится Такая формулировка Я с детства всегда Воспитывался в этом Они прекрасно понимают К огромному сожалению Наш Вот этот Недоразвитый Бизнес Отечественные Производители Там Будь то В строительной индустрии Будь то В агропромышленном комплексе Они все надеяли Что эти тучные Нефтедоллары Тучные Путинские воды Потребительские кредиты Они будут балдеть Они будут Ездить туда В биорице Они будут Вывозить своих девиц Веселиться на этих Пляжах На Ибицах Обломилось То, что я им всегда Говорил Не я Но читайте классику Марксизма Ленизма Капитал Будет стремиться К монополизации И вы Не нужны будете Со своими Гребанными Вашими компаниями Ладно, Анна Анатоль Немножко такой вопрос А сейчас они начинают Какие-то деньги А вот мне жалко Эти деньги Которые потрачены На выборы В которых Победа Ну, мягко скажем Совсем не гарантирована Мы с вами Знаем Что наша с вами Тимур Победа Как людей У которых нет запасной Родины Которые не участвовали В обгладывании Великого Советского Вот наследия Нам с вами Ни алюминиевых комбинатов Не досталось Ни нефти выше Мы остаемся здесь Здесь могилы наших предков Здесь воспитываются наши дети И Наша с вами победа Не на этих вот выборах Не в этом кукольном Буржуазном Политическом спектакле А наша победа Стратегическая А так значит Вот это участие в выборах А ее надо приближать То есть Участие в выборах Это приближение вот этого Вне всякого Каким путем Любая форма агитации Любая возможность Под ширмой Вот этих вот Балаганных Кукольных Буржуйских Спектаклей Донести Слово правды Сказать Что эти шкурники Которые у нас Называются элиты Финансово-банковские Разоблачать их Снимать с них Маски Это Хоть на каплю Хоть на миллиметр Но приближает Грядущую победу Всего нашего народа Отлично значит Политики Просто пойдем посмотрим Чего там народ шумит Музыка какая И посмотрим Будет ли народ Узнавать Кубанов Говорит привет Вряд ли Я же тебе говорю Но люди здороваются на улицах В нормальной обстановке Кто-то да Подходит Но в основном Это люди Старшего поколения Молодежь Вот мы с вами Разговаривали только что Анатолий Родители кто-то живы? Да Слава Богу Мама Папа В порядке да? Они здесь в Новосибирске? Нет Военные Военные Да Отец у меня в Краснодарском крае живет Вот Мама там же живет Они серьезные Как часто у них бывают? Я редко бываю Почему? Ну потому что и мама военнослужащий Военный переводчик в системе ГРУ была И Это вот сейчас по Скрипалям Все Все Знаменитая Спецслуживная С мировой И папа Из-за того что частые были переезды И они еще в загранкомандировках бывали И поэтому А еще у меня дед военный И по линии матери И у меня дед военный Все военные И если ты помнишь Нет никакого сентиментальности в отношениях Нет никаких особых нежностей Точно? Да То есть как бы привет привет То есть отец мог приехать два года Я его не видел с Мозамбика А встретиться со мной так Я там в третьем-четвертом классе учился Как если бы вот мы с ним расстались утром Только за завтрак Есть такое Ну исходя из-за На свидание приезжают? Приезжают ко мне Приедут К внукам там? Да И к внукам они с уважением Строго относятся И ко мне сопрепленные Да И ко мне сопрепленным осмешками Воспитывали в строгости А? В строгости воспитывали Ну Ремнем доставалось? А мама Вот мама Отец никогда Никогда меня не трогал Никогда нет Он считал что Если балбес уродился Балбесом проживешь Он с тем веселым парнем Пойдем Которые играют На трубах Это будет отличное завершение Потому что ремень Мы упомили на людей Да Меня и так ругают Что у меня длинные эфиры А мне вот интересно Митрополит Тихонов Действительно очень уважаемый Это мощный интеллектуал Духовный человек Он давал тебе интервью? Вчера да Почти час Это интересно Я зайду посмотрю Записи же есть? Да конечно У меня все сохраняется Я предпочитаю работать в прямом эфире Он человек который умеет сказать Дай у него слово весомое За что я его люблю Давно ли был на исповеди? Можно не отвечать? Я очень дружу с рядом монахов В ней с друзья Причем блистательные парни Гордость и краса спецназа Они могли быть Какими-то замечательными учеными Которые в 90-е годы Мои ровесники Чуть старше Ушли в монастыри И я сейчас с ними общаюсь И понятно Что конечно присутствую на службах Я грешный человек Я понятно как вот помоечный Вот такой политический это самое Политика грязное дело? Я не считаю Я столько грязи сколько увидел Предположим в медицинских кругах Среди администраторов Такого цинизма Где там трансплантация Сколько я грязи увидел кстати В ряде академических кругов Мелочной завистливости Каких-то бабьих вот таких склок Я никогда не видел Ни в одних политических парках Поэтому нет Я не думаю Что политика грязное дело Это расхожее Мещанское представление А сколько в театрах грязи? Да ладно Мы сейчас не будем Сейчас давай лучше о Кубанове Давай Какая? Вот такие песни любишь? Ну это не совсем мое Я человек оптимистично настроенный Да Узнаешь что за песня? Это Цой Ну нравится Цой? Цой? Да Да Нравится Ну все-таки не мой это самое Я же в Азии воспитывался А Из-за того что ты помнишь Детство происходило в драках Это такое было котел Этнокриминальное в школе Где просто из-за того что ты белый Из-за того что ты русский Надо было драться Какое у меня может быть отношение К уважаемому корейцу и ко всем Я их уважаю люблю и транссонализм Ну тогда пошли слушать духовой музыку Мы пойдем по о чем? Мы можем по троех Сейчас я кандидат в губернаторы Я не попадаю под административные нарушения Это грех тоже Я могу с этим все Нет Это привычка уже А чего Чего себе А ладно Говори Чего А бывает что вот хочется напиться в гроботан А я нет Я вот как-то с пьянками это аккуратно А бывало в жизни раньше? В юности, да У меня компания была такая Лейб коногвардейская То есть ребята Ну такие Настоящие Кандальники Виселеники А в Новосибирск попал? А в Новосибирск попал? А в Новосибирск попал После окончания службы в армии Здравствуйте 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 Ну вы вообще Да Что? Нет куда-нибудь Что вы говорите? Нет, хорошо А что я куда-нибудь уведу? Да Вам спасибо Вы меня узнали Ну вообще Вот настоящий человек Вот который знает Да Спасибо вам огромное Спасибо Она сказала Она сказала Она сказала Она сказала фразу Осторожно он сейчас уведет вас куда-нибудь Да И так и не сказала кто из нас уведет Да Уходите Уходите Это вас наверное узнали Да? Кому-то из нас надо быть осторожнее Ну ладно Тимур чувствуется что все же тебе Учитывая что ты Да ладно Попадаешь в криминальной истории Да ну это была случайность я думаю Хороша случайность Ты критикуешь одного крупного городского руководителя Не будем называть фамилии Он достойный человек по-своему И после этого тебя тут же бьют И я удивился Я говорю Делает критический репортаж По мэрии Они уже забилили эту стенку На тот же день Негодяй какой-то нападает Который никакого отношения не имеет Справедливая Россия Все про справедливую Россию А про мэрию Молчок Ну мы теперь справедливой России отдали должное О кстати Вот эти парни мне нравятся Какое впечатление? Это хорошая музыка Мне нравится Почему? Мне это все напоминает Я в свое время прослушал Курс лекций Удивительного такого Рафинированного музыковеда И вот этот Нью Орлеан Все эти вот негритянские мотивы Все это Мне это очень нравится Во-первых Вот здесь есть оптимизм Не обижая Цою Царство ему небесное Но вот эта вот депрессивность Вот эта унылость Наверное это не мое Потому что человек который А кстати отец Когда был командиром роты Вот в тех гарнизонах Я 8 месяцев жил в казарме Екатерининская казарма была построена Ну и это конечно музыка Туковые оркестры Плац Формируют все таки сознание Эстетику Настроение Мне это ближе Хорошо Закончим на том что Тем более что у нас скоро День тот самый Как он? День выборов Да Что Кубанов человек оптимистический Да Оптимизм единственная Жизненно оправданная философия Ладно И я закончу этим самым Вот это Вот это не охотно Давай Спасибо Анатолий Анатольевич Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Спасибо